Всем привет, с вами я, Волчешевский, и многие у меня спрашивали, Вова, когда же ты сделаешь обзор Yoga Tablet 10 HD+, Вова, когда же ты сделаешь обзор, Вова, сделай обзор, Вова, 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 сделай обзор. Короче, есть у меня он уже, наконец-то. Вы же понимаете, суть заключается в том, что пока устройство доедет, пока начнет продаваться, то есть проходит какое-то время, то есть невозможно сделать обзор тогда, когда происходит презентация, только на презентации, только бегло и все. А полноценный обзор, так чтобы было интересно и я мог познакомиться поближе с товаром, можно сделать только, когда оно начинает продаваться. Магазин NIMFO мне его предоставляет, вот этот планшетик, магазин NIMFO мне предоставили, и, соответственно, я уже могу вам рассказать о данном девайсике, правильно же? Вот так. И сейчас я пытаюсь очень нежненько его распаковать. И сразу же цепляю там внутри коробку, открыл. Ну, ладно, то такое. Я не думаю, что это прям критично важно, но, тем не менее, открываем. Я люблю красивенько все это распаковывать, чтобы было круто. Будем смотреть на сам планшет. И выезжай. Очень тяжело было, но, тем не менее, я справился. Lenovo Yoga 10 дюймов в голд цвете. Да, он продается именно в голд цвете. Вот такой цвет, желтенький такой, симпатичный. Но давайте о планшете чуть попозже, дабы у него так положить. Все прям упаковано, такой фэшн, могу сказать, что очень круто. Такой фэшн я видел у Asus. Их ноутбуки, ультрабуки были тоже так круто запакованы. И сейчас пробуем достать. Единственное, придется их таким вот образом доставать. Немножко варварским, но по-другому не скажешь. Потому что эти утопленные, их не подзаденешь. Жаль. Так, первая упаковочка у нас. Внутри у нас идет большой адаптер Lenovo. Вот такой, на 2 А. Очень такой, массивненький и фирменный. Далее, у нас еще в этой коробочке есть USB. Просто USB. Самый простой. Причем, что не какой-то прям крутой навороченный, а самый простой. Ну, было бы здорово, чтобы они какой-то все-таки, ну, выделенный тоже сделали. Ну, не сделали, так не сделали. И в отдельной упаковке у нас идет документация. И все. И также есть специальные накладочки. Это прорезиненные такие накладочки, которые наклеиваются на планшет, для того, чтобы он не скользил. Так, и теперь, наконец-то, сам планшет. Ну, по моим предварительным данным, внешне он выглядит так же само, как и предыдущий Lenovo. Единственное, у него отличается цвет, начинка и разрешение экрана. На передней части 10,1 дюйма дисплей. Дополнительная камера, фронтальные динамики. Традиционно осталось, как и в предыдущей модели, эта подставочка, которая очень удобная. И здесь, в этой части, идет аккумулятор. Все это держится таким вот образом. Очень удобно, комфортно. Все осталось на том же самом месте. Регулировка громкости, микрофон и разъем для наушников. Кнопка включения, microUSB. Также у нас где-то здесь, на какой-то верхней части, был тоже микрофон. Ага, нет, нету, больше нет. Микрофонов больше нет. Только там, где я показал. Выглядит просто круто, стильно, красиво. Мне действительно нравится. Кстати, внутренняя крышка должна открываться очень просто. Сейчас проверим. Да, вот мы просто взяли и открыли. И слот для microSD и для, я так понимаю, что microSIM-карт. То есть, уменьшенных карточек. Все это мы, к примеру, устанавливаем и потом уже закрываем. Все комфортно. Ну, это более продуманная часть. Мне больше нравится то, что сделали так, чем как было. Потому что там выпадала карта памяти и сим-карта тоже. Обновленный планшет от Lenovo обещает быть мега интересным. Хотя я уже слышал, что Lenovo готовится к выпуску второго поколения. То есть, это получается просто обновление первого поколения. Это не новое поколение. И я думаю, что пока выпустят второе поколение, это пройдет очень долго. Пока оно доедет. То есть, это не раньше, чем начало 2015 года. Соответственно, этот планшет интересен сейчас. И надо рассмотреть его, насколько он интересен для приобретения. Стоит ли он того, что он дороже, нежели первое поколение. И те фишки, тот функционал, те особенности. То есть, это Full HD экран, более мощный процессор. Все это дело, оно должно быть, по идее, очень положительно сказаться на производительности. И интересно, как это скажется на автономности. Потому что, чем мощнее железо, тем меньше автономность. Это тоже мы проверим. Поэтому, друзья, я буду тестировать. Вам рекомендую подписаться на канал. Это не обзор, это распаковочка комплектации и внешний вид. Для того, чтобы посмотреть видеообзор данного планшета, его функциональности, особенностей, возможностей и преимуществ перед предыдущим поколением. Спасибо вам за то, что смотрели. С вами был я, Вова Тишевский, канал Вова Тиш Ньюстек. Не забудьте поставить лайк. Заходите на канал, смотрите другие интересные видео. Всем пока. До скорой встречи в новых видео. Спасибо магазину Нимфа, а также компании Техномир за предоставленное устройство. До скорой встречи в новых видео.